Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Антон и сегодня мы с вами половим на озере Янтарном. Давно не было видео, просто обычных видео на канале и сегодня я наконец-то решил что-то такое записать. Сегодня мы будем ловить ребятки на озере Янтарном, будем ловить карпиков, потому что многие заходят на стримы. Да, сейчас видео не выходит, потому что постоянно у меня на канале выходят стримчанские по русской рыбалке 4. Мы закрываем новогодние билетики, рыбачим с ребятами, в общем, всё понемножку. И многие заходят и спрашивают, как пофармить на Янтарке, на что сейчас фармить. Я вам сегодня и покажу, ребятки. Что ж, ладно, поехали. Итак, друзья, мы уже на точке, но самое главное, многие, наверное, ждут розыгрыша с прошлой серии. Так вот, розыгрыш мы провели на прямой трансляции, записи самого розыгрыша у меня нет, но победитель уже, поверьте, получил свой подарочек. Sorry, что так, но на трансляции решили провести, потому что не знал, когда я в ближайшее время с ним увидел. Итак, после того, как у нас вышло обновление, поменялось предпочтение у рыбы, ребят. Давайте сейчас на экране я покажу вам прикормку, где? Вот здесь вот на экране покажу прикормку. И этой прикормкой я пользоваться не буду, но с ней клёв у вас улучшится. Можете делать шарики, кормились люди шариками, можете делать спот, кормились спотом. Я буду ловить без прикорма. Итак, давайте пробежимся по нашей оснастке. На оснастке у нас, ребят, стоит искусственная кукурузка Туттифрути, желтенькая, и Мэд Майерс Туттифрути, это дип. Окей, так-то по тонкам все понятно. Клипса на точке 15 метров, сама точка находится на корнях, это 132, 147. Квадратик это вот здесь вот на карте, я не помню, что это квадратик, короче, между H и J4. Вот. Не знаю, как ночью будет клёв, мне почему-то кажется, что ночью клёв будет не очень, но сейчас, поверьте мне, именно на Туттифрути карпик клюёт как на кальмар раньше клевал, как раньше клевал на малинку, так он сейчас на Туттифрути прекрасно клюёт. Я не знаю, в чём магия, но вот предпочтения у рыбы поменялись именно вот, вот эту вот сторону. Окей. Давайте забрасывать наши удочки и просто ждать поклёвок. Просто ждать поклёвок. Думаю, что первая-первая наша рыбка придёт достаточно скоро. Сегодня первое видео в тестовом формате с веб-каймерой. Надеюсь, вам понравится, если понравится, будем делать ещё, ребятки. Несмотря на то, что сейчас ночь, первая поклёвка уже себя проявляет. Фрикцион у меня, конечно же, ни на одной удочке не затянут, но как ему быть затянутым, если мы последнее время просто занимаемся тем, что закрываем новогодние билетики. Кстати, кому интересно, первый билет уже полностью закрыт, второй билет мы сейчас закрываем на стримах, поэтому заходите на стримы, у нас там неплохая атмосфера, мы с подписчиками ищем точки, мы с подписчиками всё закрываем, всё делаем так, как надо. В общем, достаточно интересно, достаточно интересно. Ну, а тем, кто не может заходить на мою трансляцию, приветик, приветик, вот вам камера на обычном видосике. Вот, надеюсь, вы ждали такой видосик. Что ж, ждём следующую поклёвку, ребят. Очередная, очередная поклёвочка. Слушайте, ну, клюёт, реально клюёт. При том, что я без прикорма ловлю, да, и ловлю в ночное время. Рыбка есть. Это уже о чём-то да говорит. Мне вот ребятки говорили, которые на трансляции заходят, они говорят, Антон, у нас вообще не клюёт. То есть, ни на что, ни на какие бойлы. Вот, пожалуйста, Тутти Фрути имба, на самом деле, уже показывает себя с лучшей стороны, уже показывает себя тем, что поклёвки на Тутти Фрути есть. Вот ещё одна, пожалуйста. Кстати, хочу передать всем, кто донатил, поддерживал меня на стримах, помогал мне собрать бабушки на подарок в новогодний. Всем огромное спасибо, собрали сумму за три стрима. Это невероятно приятно, невероятно шикарно, куча эмоций. Всем огромное спасибо, бабушка мега довольна. Передаёт вам тоже огромный привет и спасибо. Что ж, уже есть три рыбки у нас за две минуты. Не так уж и плохо без прикорма, ребят, очень даже хорошо. Почему я не сделал прикорм? Прикорм я не сделал по одной простой причине, ребят. Прикорм я не сделал по той причине, что у меня просто нет денег. Ребят, 20 серебра, потому что сейчас все деньги уходят на то, чтобы что-то докупить на ярмарке. Все деньги уходят для того, чтобы сделать, ребятки, розыгрыши. Да, хотя многие, кто помогают, заходят на трансляцию и скидывают на розыгрыш всякие классные штуки, ребят. Но вот денег не хватает на то, чтобы докупить себе прикорм. Я просил ребят в Дискорде, но там сейчас тоже все примерно как я себя чувствует. Ладно, ждём следующих поклёвок, ребят. Очередная, очередная поклёвочка, дорогие друзья. И самое главное, что вот в счастливый час сейчас фармить, если у вас премиум на Новый год, в счастливый час фармить сейчас на Янтарке самое то, ребят. Это 2 часа счастливого часа с премиумом сейчас на Новый год, просто прекрасно. Ещё я не знаю, что это за волшебный час, но у меня много-много трофеев позаходило. Я уже на венке целую гору трофеев закрыл, да. Вот вроде кажется, на венке сколько рыбачу уже сам-то, да. Но всё равно, сколько трофеев-то позаходило. Что пока могу сказать про Тутифрути, ребят. Большой один крючок. На Тутифрути по хат заходят такие неплохие карпики на самом деле. Они, мне кажется, достаточно, ну, намного больше, чем те карпики, которые заходили на тот же кальмар. Чем те карпики, которые заходили на малинку. Эти карпики действительно побольше. Это уже 3 килограмм, да. Вот, ряда 4 пока что все. Но это приятно, это мега приятно. Да, ловить, конечно, везде. И на янтарке в том числе, и без прикорма, это, по сути, самое убийство какое-то. Потому что фарм ухудшается во много-много раз. Даже шарики было бы гуманнее забросить, и было бы намного лучше. В общем, что хочу сказать. Тутифрутики 100 пудов рабочие. Это прям имба. Это имба, по-любому на них клюет. Но вот, видите, пока за 7 минут 4 рыбы, и без прикорма это вполне себе нормально. Да еще и в ночное время. Сейчас 2 часа ночи. Давайте так. Я сейчас посижу без записи. Половлю до утра. Покажу вам утром, что у меня получилось за ночь. И заодно мы утром продолжим ловлю. Посмотрим, клюет ли днем активнее, ребят. Итак, ребят, в общем, за ночь я ничего не словил, но зато мне сделали прикормку. Спасибо лимончику. Итак, основа. Молотый горох, добавка тутифрути. Тутифрути, тутифрути и дрессины и тутифрути. Короче, тутифрутикарпик у нас. Тутифрутикарпик. Давайте проверять, что у нас будет с прикормкой. Уже 4 утра, по сути, уже можно. Давайте у нас 60 прикорма. Мы 3 раза прикормим. То есть, 3 сделаем заброса ракеты с тутифрутиком. Я думаю, что сейчас пойдет, понесется прямо, жара пойдет. Потому что я смотрел посты на это тутифрути. Ребят, по постам на тутифрутик, ребятки, заходил, ну реально, по 500 монет за час получалось, ребят. Я им верю, потому что точно так же было и на кальмар. Не может же быть, чтобы на тутифрутик не клевало нормально. Итак, в принципе, все забросили. Но остается только ждать поклевок. Куда-то все поклевки убежали у меня с ночи. Ноль карпов. Заодно проверим, тутифрутикарп работает или нет. Как ни странно, но с прикормом уже есть первая поклевка. Видимо, играет и утро, и прикорм. То есть, 2 в 1 часа у нас есть. Погнал, первый карпик. Чешуечка. 3 килограммчика. Not bad, not bad. В принципе, пойдет. Добавил с democratic Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, а сейчас с прикормом уже вроде пошло, ребят. Мы уже рыбачим 17 минут, да? 17. Ну, вот с вот этого вот карпа можно считать 2 минуты назад. Давайте попробуем сделать нарезку, типа, с вот этого вот карпа, что был 2 минуты назад, допустим, да? Четвертый карп. Окей. Еще одна поклевка. Как ни странно, почти времени никакого не прошло, честно. С моих последних слов буквально вот... Прошло буквально, я не знаю, ну, секунд 20. И есть еще одна поклевка, это хорошо. Смотрим, поднимаем. Сильно не спешите резко поднимать, потому что, ну, да. Я, возможно, здесь даже катушка... Не, я закрыл катушку по-любому, но тоже что-то неплохое клюло на самом деле. Такой, ой-ой-ой, какой хороший карпик, ребятки, на 10 килограммчиков. Слушайте, возможно, прикол тут и фрутика в том, что клев здесь стал похуже, но размер карпов увеличился. А чем больше карпик, то есть много маленьких карпиков по 2 килограмма, это хорошо. Но для фарма денежек, для фарма экспы, конечно, лучше, когда будут пореже клевать, но карпики будут размером побольше. О чем стоит это говорить? Ребят, днем реально клев пришел. Я уже тут и фрути рекомендую, потому что работает. Ну, что работает? Говорят, мне говорят, что, ну, ребятки, которые уже сидят здесь, да, рыбачат, они мне поставили тут и фрути, плюс я пост нашел вконтакте. В общем, именно на тут и фрути старвасы почему-то любят клевать. Возможно, попробуйте не здесь, но на болике тут и фрути, да, и на кукурузку любят приходить старвасы. Не знаю, зайдет ли мне хотя бы один, но я буду этому безумно рад на самом деле. Есть у нас еще и средняя поклевывает, это уже о чем-то да говорит на самом деле. В принципе, меня устраивает, особенно меня устраивает размер этих карпов, да? Самый маленький на 3500. Это ли не шикарно? Это ли не шикарно? Смотрите, этот вообще гигант. Хотя, может быть и нет, может из-за того, что я так резко дернул? Так кажется. Нет, хороший карпик, ребят, реально хороший карпик. Смотрим. Отлично, отлично. 10 килограммчиков. Сюда его. Хорошо. Счастливым часом было бы вообще шикарно на самом деле. Ой, с счастливым часом было бы хорошо, да? Вот так по 20 тысяч опыта, да, вытягивать? Вообще шикарно. Никуда не деться. Сейчас пока оформили на этих, на квестах новогодних. Ребят, ой, сколько опыта я сделал на мелкой рыбе, вы не представляете себе. У меня бы уже был 30, наверное, 34 уровень, да? Если бы я чисто на карпа все это время присидел. Но опять же, так неинтересно. Хочется сделать новогодние квестики. Хочется посмотреть, что тебе выпадет, именно мне. Мне хочется посмотреть, что мне выпадет. Я думаю, что вам интересно, что вам выпадет из мешочков. Знаю, что многие забили на эту идею и не хотят закрывать мешочки, вот. А мне приятно. Я уже получил награду, да, новогодний приз. Это мой первый новогодний приз, так как в рыбалку я начал играть только в этом году, в сентябре. Насколько вы помните, если вы видели мой канал, то, да, путь новичка начинался. Это действительно мой первый аккаунт. Это действительно мой первый заход в русскую рыбалку. Вот. Поэтому, ребятки, мне это интересно. Кто уже с подарочками там настрадался, сейчас их можно выполнять так. Вы можете выполнить только седьмой этап. Ну, это неинтересно. И получи сразу крутой мешок, да, ребят? Ну, это так, кому как нравится. Есть у нас еще поклевка на третье удилище. В общем, что могу сказать? Я уже могу подвести итоги. Ребят, подвести итоги уже можно. Я уверен, что у меня сейчас клев такой себе. Во-первых, я первые 10 минут ловил вообще без какого-либо прикорма. Да? Ух ты! Смотрите, какой красавец клянул. Да вы что? Смотрите, какой здоровый, зараза. Ребят, на 7 килограмм карп-зеркальный призрак. Обалдеть. Супер. Вот это я понимаю. 43 тысячи опыта. А с счастливым часом сколько было бы, ребят? Посчитайте. С счастливым часом-то. 70 тысяч, по-моему, да, должно быть? Ладно, нормально. Слушайте, вообще хорошо. Очень хорошо. А, по-моему, было бы... Ну, сколько? Короче, ладно, не важно, сколько было бы. Важно то, что клюет. Видите? И карп-зеркальный призрак клюет. И старвости, мне говорят, заходят. Пожалуйста. Смотрите, клев какой днем пошел активно. Даже не успеваешь ничего вырезать, на самом деле. Очень классно. Очень классно. Ребят, я первый раз снимаю с камеры видосик. Поэтому надеюсь, что вам понравится. Сейчас такое новогоднее оформление. Но я думаю, что... Если вам понравится, будем дальше снимать без новогоднего оформления. Также я сделаю себе какой-то уголок стримера и так далее. Уголок для съемок видео. И у меня не будет на фоне вот этого вот бардака, который у меня здесь, который у меня здесь. Это всего на фоне не будет. Может, купим зеленый фон и будет видно только меня. Камеру все-таки не дешевую брал. Можно все это делать. Можно все это делать. Свет есть, все есть. Теперь мы будем чисто делать интересный, красивый контент. И еще одна поклевка. Причем такая, подразмотик. Ого, ого, ребят, что нам клюнуло такое? Не, понятная идея, что это не трофей. Но неожиданно. Для этой точки это крайняя редкость, ребята. Мы уже столько вытянули, да, красавчиков? Хорошего размера. Действительно, хорошего. Ой-ой-ой. Ой-ой, ребята, смотрите, какая прелесть там. Да ты шел. Это сказка. Это реально сказка. Какой же у него гребень там, а? Плавничок-то верхний хороший. Блин, там здоровая была тушена, по-моему. И самое главное, вы посмотрите, кто там. Я-то уже заметил. А вы еще особо не смотрели. Не высматривались, я уверен. Посмотрите, какая красота там. Боже мой. Здоровенный, здоровенный карп, ребят. Ну, вылазь, вылазь уже. Куда ты там, э? Сколько можно? Мы тебя это уже тащим, тащим. Ты никак не хочешь. Смотрите, какая туша там. Блин, какой он большой. Ну, это явно не трофейный, но это прям огроменный-огроменный карп. Ну, иди сюда. Давай-давай уже. Куда ты? Ну, стой. Ё-ё-ёй, давай-давай. Сопротивлялка ты маленькая наша. Ты наша маленькая сопротивлялка. Смотрите, как-как Тути Фрути просто тащит. Как же Тути Фрути тащит, ребята. Ё-моё, какой он большой, ребят. Я такого большого первый раз вижу. Именно вот этого, вот кого я тяну, я такого большого первый раз в жизни вижу. Вот это эмоции. Ё-моё, какая туша там громадная, здоровая. Стоять, стоять. Иди к нам, не надо разматывать. Иди к нам, дорогой. Блин, сейчас бы трофейного, да, такого. Вот это было бы приятно. Нереально просто приятно. Ну, такого трофейного ещё дёрнуть. Ой-ой-ой, как надо постараться на самом деле. Ребят, у меня бы трофейный очень сильно разматывал бы. Это явно не трофейный, но это большой карп. Это хороший карп. Вы только посмотрите на этого красавца, хороший. Какой же он хороший. Боже, какой здоровый, громадина прям. Божечки, кошечки. Давай, давай к нам. Ребята, это походу трофейный. Это походу трофейный просто. Смотрите, какая туша. Не, я могу ошибаться. Слушайте, это походу обычное зеркало. Я думал, это призрак. Мне казалось-то, что это призрак. Это походу на 20 с чем-то килограмм зеркалка обычная. Ну, сейчас проверим, сейчас проверим. Ну, давай, тянись к нам уже. Давай, давай, дорогой, дорогуша. Не надо вот это вот выпендриваться там, сопротивляться. Иди к нам. Боже, ребята, это реально трофейный карп. Походу, он такой здоровый. Смотрите, туша какая. Какая туша. Может и не трофей, конечно. Боже, ты где трофей стоять. Стоять, иди к нам, дорогой. Боже, это рамчатый. Это просто рамчатый карп. Но он здоровый. Он нереально большой. Я такого здорового рамчатого еще не видел. Я вам честно говорю. Давай, давай, стой, 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 стой. Давай, давай, давай. На поднятой удочке. Ребята, какой же он большой. Я в шоке просто. Я в нереальном шоке. Я первый раз вижу такого здорового карпа. Стоять, 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 стой. Тихо, 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 тихо. Это не трофейный, скорее всего. Я уже ошибался, да? Скорее всего, я ошибался. Скорее всего, я ошибался. Ну, трофейный бы так не тянулся, ну, согласитесь. Ну, что это такое? Ну, давай, давай, давай. Мы тебя уже долго мучаем. Мы тебя уже очень долго мучаем. Иди, иди к нам, давай, давай, мы хорошие Давай, давай, мы хорошие Отойдём назад Отойдём назад Достаем пацан Давай, лови, лови его, стоять! Куда? Стоять Стоять, монстр Маленький, блин, надо было подматывать его, подматывать Не давать ему уходить Иди, иди к нам, иди, хороший Не, ребят, ну это не большой карп Это не такой большой, как я себе представлял На самом деле Он как-то побольше казался, когда был далеко 18 килограмм, карп рамчатый Блин, просто из-за того, что Это карп рамчатый, у него такая спина Ребят, что если бы это было то, что Мне показалось, то скорее всего Именно с таким плавником, с такой спиной Это был бы скорее всего трофей Того, чего мне показалось Но нет, это не трофей, ну и ладно В принципе, ну смотрите, на тути-фрути Как приятно все-таки ловить, как приятно Заходит, сори за телеграм, ребята Сори за телеграм Выключить, все Кто-то подписался, пока мы снимали видео Спасибо за подписку Вот, бывает, сейчас так будет Потому что снимаем уже через другую программу, ребят Снимаем уже через другую программу, абсолютно Фух, я аж устал, честно говоря Я аж реально устал Это было здорово Это было нереально здорово Давайте дернем еще парочку рыбок Чтобы убедиться уже, что тути-фрутик У нас 100% рабочая тема Тут прям поклевка за поклевкой Тут прям, ой-ой-ой Я поднял не вовремя Это просто, это профессионализм Я всегда так делаю, на самом деле Ребят, после того, как ты на поплавке ловишь Уже как-то привыкаешь Потому что, если, если уже клюнуло То надо подсекать как можно быстрее На поплавке особо такого нету, ребят Что там надо подождать Пока поведет что-то еще Ну давайте еще подождем И вот она поклевка, которую мы уже по-любому достаем Это, наверное, чешуечка, да Наша такая крайняя Не, не чешуечка, зеркалочка Зеркалочка все-таки Иди ко мне, мой маленький Ммм, 300 Неплохо, неплохо Вполне себе, очень даже Что ж, ребятки Получилось вообще За 30 минут у нас вот столько рыбы Получилось очень много большой, хорошей рыбы И учтите, что 15 минут И всего этого времени, ребят 12, ой 27 минут Представьте только 27 минут И всего времени за 30 минут Мы ловили без прикорма Вот результат с прикормом Да, вот результат без прикорма С прикормом намного поярче ловится Вот что я хочу сказать Ребят, у меня особо времени сейчас нету Записываем часовой ролик Тестить, сколько мы заработали На этом месте все такое Но, надеюсь, я вам сильно помог Давайте так Вы, мои зрители, напишите Сколько вы все-таки Карпов наловили на этой точке За час, да Если будет кто-то себе час-два часа Сколько получается в среднем монет Но ловите с прикормом Мне кажется, с прикормом Будет намного лучше и ярче Конечно, днем клев намного лучше Даже учитывая того Даже, мне кажется, без прикорма Клев будет намного лучше Именно днем Вот У нас еще какая-то рыбка там клюет Уже хочется посмотреть, кто это там Ой-ой-ой, еще какой-то монстр Так, здесь у нас небольшая рыбка Иди ко мне, моя маленькая Ой, еще одна зеркалочка Ну, приятно Сразу все три рыбы закроем И Вот так вот Ребят, ну, я думаю, получилось У нас, ну, монет 150 заработает Я думаю, так Ну, да Без прикорма и за ночное время Это, конечно, немного Но, опять же Я думаю, что Вам нужно было просто понять На что есть клев Формить уже все умеют Миллиард видео про лентарку снято И поверьте мне На малинку и на тути-фрути Без прикорма клевать будет Точно так же Поэтому я вам реально рекомендую Брать, ставить прикормку всегда На камаринке Что ж, ребят Это было мое первое видео С веб-камерой Всем огромное спасибо За просмотр Не забывайте про ваши лайки И комментарии Всем отличного дня Хорошее настроение И до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok